айка хрустит шикарно там не зима радость какая-то ты шо оператор что ты сидишь а у снимает для правнуков будем показывать что в одессе таки бывает зима елки ты палки а я как раз песню спою опять расстегнулась то не хихикай может она твои нервы скажи мне ты как там их носишь эти к трусам пристегиваешь может мне тоже к трусам пристегнуть а то чтоб держалась в это морозное утро я пропою вам друзья нехер на улице делать пройдемте к нам в дом как всегда там мы для вас приготовим печень но не трески речки немножко отварим ну и конечно носки теплые ты нам носи а катюня шикарный зиме готов ребята радость какая ты шо шо мама дорогая марат говорил что в одессе уже не пахнет так мы не поверили вчера съездили на привоз и проверили ну такое себе потому что везде ухаживают ты понимаешь нам посыпают поливают подметают а у нас детственная красота обалдеть пошли сережка холодно катю успокойся ну мне холодно на за тельняшку патру это сразу согревает не хочешь я уже не знаю трогать или нет сережка ты меня запугал а шо четвертого боишься я тебя умоляю что ты дом есть какой там все поместимся ты что-то лишь прижились или елки да как мы не знаю весна покажет как по мне так полный шикардос да еще раз скажу да может там кто-то не увидел ты лишь просили неоднократно ребята вот здесь у нас на районе находится я не знаю может они всю область одесскую покрывают саша и паша зовут вот телефон замечательные люди именно мастера своего дела вот приезжают им показывает что и куда все и больше не мешай ты шо они так работают шо пипец вот эти елки я не знаю сколько ну лет по 10 наверно по 12 с одного места в другое пересадим а нас еще там кедр у алены ждет вот тут красивейший тоже сашу пашу посадим обязательно хотели в зиму но походу в зиму мы его уже не посадили ты шо хотел ребята ваше здоровье выпить даже у дедушки мороза замерз балабончик маленький ты мой сиди не мерзни так бабка тебе быстренько звонок алё а я думаю что это бесплатно не 2 копейки на балка не таки доброе утро ага шо всю рыбу продали вчера 700 килограмм карася то я не сомневался что вы чемпион люблю вас ай-яй-яй для вас сегодня будем печенку готовить да а я же такая шумама дорогая и гречечки отварить тепленькой у нас обед намечается музыка для души ты шо ты шо катя сегодня обед будет такой я не знаю классика жанра это я не для себя для для синичек короче что хотел стать важную информацию я пока не повесил если вы сейчас видите в окне какую-то аномалию от птицы шоу горелый мимо юга куда-то несутся знаете это к нам сейчас это сальцо ты посмотришь это за сало на 4 кусочка надо да а чё ты да может и на 2 да может и на 4 тут сало столько можем этот вообще синичек правда говорят что синички сало едят ну пишут что да ну все значит проверим короче это сегодня марат гостях мы подготовились господа я еще что хотел сказать да это у нас есть такая удивительная удивительная семья это и на сегодня что вы понимали до обеда удивительная семья манзулы зовут да все в одессе знают но хотите хороший настоящий шикарный замечательный продукт это чача в ассортименте это из той линейки что у них есть я даже не знаю можем миллиметр я вчера мятный пригубила вкусный марат сегодня акцию начал пить ой акцию где бутылочка акация все время путаю да так что он вот тебе тоже манзулов телефончик потому что это таки шедевр ну все в рейнду дал мясорубкой крутить сегодня ничего не надо капусту соленую возьми пожалуйста домой в дом а у нас закончилось уже как а юрочка с борисполя больше не присылает а больше не присылает как почувствовал и чарами говорит звонит и серёга якобы там квашу свеженькую тебе ведь правы я юрочка аж бегом да и юрый телефон борис поля ловите он такую капусту делаешь кайфаню а там люди присылали фотографии большие молодцы да шар капусты шар огирков шар капусты шар огирков все пюре гречка ой а сегодня еще и марат у него такой есть старинный рецепт даже не знаю настолько старинный что даже уже что-то в памяти начало стираться так что пойдем восстанавливать заходи отбивные из говяжьей катя печени я тут что сказал эх ты давай улица 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 родная мясоедовская улица моя но холодно сегодня на улице так что заходите в дом здорово дегустатор проснулся уже марат джан а я поздоровался что там про ворняков то подожди ты давай по-новому или моего доброе утро тихо моряки на базе свет по полной атмосфера в порядке друзья всем привет с вами я скрипман привет мои хорошие друзьяки а вот теперь сегодня симпатичные полосатые елки-палки но супер ему надо срочно что-то фурик тебе надо люди списали но ты же капитан как без штурвала елки-палки так идите выберите там себе любой не именно капитан у меня таки есть так у тебя же голова меньше маратик там алиночка пошила такой же на тебе и на налезет и густа контар гитара не густо компармисе он кванто-канто не компанию моряр чими конце ай 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 и маячка мы сюда идем миланька иди давай крестному фурика на померить катюня пишу я тебе хотел в уту ну это посмотри сюда блин то не того ботсмана капитаном назвали ребята собственной персоной елки-тыпалки здоровенькие были свистать всех наверх 9 штурвалов под килем и 8 штиля под под якорем правильно откуда я знаю что ты там хотел сказать это не я это моряки то говорят ребята моряки крепкого здоровья спокойного тихого моря да и скорейшего возвращения домой ну шо марат рассказывай я вроде бы все сказал я все сказал ладно ты будешь увидели будешь молчать или как обычно даже фанфары обалдеть где-то ее оторвал молодец чисто по блату что тоже нет в рецепт нет это это дети все зубы готовили . из печенки не скажи на углы таки тянутся садись тюлечки в одессе в таком-то фурики да да это точно покажу вам интересный рецепт не знаю может кто-то знает может не знает но это все равно будет вкусно будет двойной для этот двойная это самое и вот тогда я принес со староконки марат купил на барахолке представляешь ручная работа ёшкин кот тяжелый потому сейчас легкие они мне не нравятся вот это именно тяжелый настоящий такой что еще откручивается закручивается шоу разбирается полностью моется ты шоу хенд мы ёшкин кот ладно что сварим гарнир гречку этом послушал да твои твои мысли я не знаю сколько сколько минут варит она гречку на 20 25 вот эта мультиварка 12 12 тогда пока не кладем все все начинаем ты трешь лук я резал печенку а я кормлю милане можно делать что угодно у нас делая сегодня поважнее ёшкин ты кот так что где вот давай миски терки маратша прямо именно тереть надо я же буду плакать на какую одну штучку вот на эту мелкую самую такую хорошо все будет хорошо все будет хорошо я это знаю ой за гуля а для чего сметана не ложки еще не знаешь марата что это за блюдо без соуса что это шо мне знать все как все что касается гречки а еще из подливой а еще из как тут новый марат заехал елки-то и палки ты же видел то я же помню а я я стала столько пересадить не ну красивый что не говори агромаркет таким благодарочка теперь какие шарики да это ты пересадишь катюша когда нибудь пересажу еще раз я напомню мы снимаем за рецепт что-то марату делает скажи что ты будешь делать подготавливать я буду нарезать мы будем немножко эти беточки отбивать естественно поэтому небольшими но так такой примерно толщиной по сантиметру полтора оператор пойдемте покажи внимательно миланька и тебе тоже сегодня достанется иди сюда моя девочка иди маратик такое сегодня шлепнет гречку ты любишь за печенку еще не знаю но думаю что будет полный порядок как она чвякает марат кто я думал ты про ребенка своего она просто воду пьет где сильные жилы надо убрать естественно мы вчера пока по привозу ходили 1250 еще один рецепт придумали но марат узнал да мое не знаю когда неимоверное желание и любовь к печени да и решили приготовить это еще и для вас я думаю что это как это то в любой нормальной семье всегда это дело а чего нет но если да так таки да правильно за что еще можно слова сказать то ведь не за что да и не стоило было даже начинать то просто он берешь готовишь как марат да и что она там все пальчиком себя показывать она же хочет мандарину или может ты хочешь акцию то что за акция акация цвет прямо через крышечку марат передается могу катюшка пока давай я же и свою картошечку мультиварку провели сейчас раз два и готово ой тихо 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 миланька сейчас мама тебе сделает вкусно а я в это время потру что-нибудь ты что не веришь не что там картошка вот же ж блин хватка какая хорошо что я от нее деньги от зарплаты не прячу нашла бы все равно понял да да что ты чмякаешь вот этот и чмякаешь кстати а они печень я понял как раз ехала сама чмякала как она чмякает это ваша печень иди сюда курточку серёжа убери в шифонель пожалуйста сейчас уберу вот молодец смотри у всех нормальных в ресторане салфетки а у нее барашки опача ай красота ну стой слышу за кокошник а кучерявая такая же будешь не переживай давай все поехали ребята всем добра ставайтесь на канале подписывайтесь то просто отдыхайте душой и телом шоу она были здоровы как миланец сметана сюда надо туда и мы ищете так маратик средних размеров и так понимаю так это вот это вкусная какая ой шо нас за чудо ждет марат так и нас немало я думаю что ты забыл а хотя мы с тобой готовили как я с печенкой расправляюсь я его могу есть и без гречки да ну все он любит мясо рыбу печенку ты не любишь каши максимум макароны катенька что сереженька где я тут собрала нигде даже не знаю что сказать тебе елки-палки скажи какие ну дожди с конца видео ты все увидишь за ее гречку на сухую татарабанить в себя правильно а вот когда вот с вот таким вот то я и сырую кажется готов есть миланька ты поела покушала бубочка вкусно тебе было так что куда тут надо место я тебе марат полотавливаю да ты сейчас дубасить будешь пленку я приготовил ты сразу с нее начинаешь специи приготовь джан смотри чеснок перец соль что еще мне нужно чтобы был потому что у меня руки будут грязные ты будешь посыпать я понял я же хотел сделать свое любимое дело джага 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 давай твой этот инструмент мне это напоминает как это приготовление в ресторане мы там тоже спиной к людям ребята извините нет у нас еще островка островка так у нас есть тот столик давай быстренько опять закачу ну сидя по с ним поработаешь я понял я понял он еще от того раза не отошел а вы че не присаживайтесь а он не может так тогда и сковородки я потихонечку опять уберу две сковородки сегодня выступают хорошо это вы сейчас опять запачкаете только помытую плиту ребята аккуратно за съем всю плиту я что тут думаешь даром предохраняюсь подожди постой засунем тебе вот подсюда вас такой вид неприглядный с этими красными руками таком как моряк дальнобойщики тобой елки-палки хотя побудь со мной чуть-чуть я иду в кругосветное странстве чтоб бить китов у кромки ледов рыбьим жиром детей обеспечивать миланя с голоду не пропадешь она пришла танцевать что ты петь перестал скажи я шла танцевать твой дальний край идет трамвай весь твой рейс до 16 станции хотя побудь со мной чуть-чуть ведь я иду в кругосветное странствие твой дальний край идет трамвай весь мой рейс до 16 станции ты сюда иуда и шо сыр вкусный тема родненький слышишь староказачий заходит на ура распробовала в две руки только его и есть а потому что из настоящего молока приготовленный сыр давай марат дубаси слышь катюня отойди у него начинается ребята объем не сильно тут это не мясные биточки тут легонечко и с одной стороны на вторую сторону переворачивать даже не будем все как ты любишь ты посмотри какая она нежная сейчас марат по фуагре дубаси ты видишь ой 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 вы хорошо их лепите марат что они не ты посмотри какая нежность мне нравится сегодняшний никогда не думал что до фраза по печени дать будет вызывать вот такие вот приятные ощущения печени тут уж у тебя внутри это печенка они же и говорит это как яички ты меня вот этот не поправляет у меня свой языковой текст а потому что куплеты ребят накрываете пленочкой ничего не будет брызгать все будет у нас милане кажется хочет патефон завести первая партия готова шо миска твоя вот здесь вот смотри вот сюда ты доставай я буду сейчас это там присыпать причпокивать понятно сереженька вот смотри как у него тут красиво получилось марат у меня своя технология была ладно была доска смотри сколько чуть-чуть совсем чуть-чуть соли потому что мы будем садить солить кляр еще есть такое дело наши в кляре будет поперчить вообще надо было начать с лука ну ладно уже это партия пусть будет так маратик а вот луком я как раз буду делать здесь это не чеснок это чеснок это чуть-чуть тоже чуть-чуть совсем капельку сухой слышит они мне любой турок завидуют как я вот это вот придумал солью перчу а или как это чесноком солю вот так а вот теперь смотри я аккуратненько вот она же она же нежная были мараты сильно дубасил да сильно дубасил потому что она конечно там свяжется склеится ну вот есть очень хорошая это сильно стукнул разошелся а потому что молоток у такой вот у хорошей не все идеал идеал катюня посмотри катенька самая настоящая прелестная жизнь у меня в руках так а вот теперь я беру чуть-чуть мною тертого лучка я думаю рукой сделал бы не надо так много вот это растереть на весь кусок да хорошо не жадничай а может так вот лучок ребята и вкус придаст и даст сочность и мягкости печеночки вообще печенка любит лук то вы маринуете да это такая легкая мариновочка да и прям сверху на них поет моя певица слышишь что марат вы съели вот это блюдо я забыла как назвать хаминь ёшкин хаминь еще не доел еще не доели да так же ваш готовый так чтобы можно было же целую кучу времени кушать неделю хочешь сказать по-разному всю субботу всю семью вся семья есть всю субботу она же такое вкусно что хочется чтобы еще и на понедельник осталось ну что хватит так и то есть я быстренько тебя опять натягиваю да а ну-ка стой марат сейчас человек сыр выпрашивает ты так сыр просишь ё-моё я не знал что дрессированная пишу говорит дай сыр катушка ну иди дай ну еще кусочек на моя прелесть иди сюда папа тебе дать держи передай привет скажи артём для тебя так пошла родинки я опять тут зачехляю как это или предохраняю катину кухню от наших шедевров вот дожились мы тут творим историю кулинарную ёлки-палки анну ей наляпает скажи мне по барахолке у меня есть вопрос к человеку мы по барахолке ходим у та старинная посуда которая на вид треснутая порепанная на самом же деле это что паутина времени наоборот придает эффекту ну так вот и мы придаем нашей кухне и мыть после вас не буду я посмотрю что вам там напишут так вот и не надо а через два месяца раз ты смотришь опача печенку давно не готовили понял как у та женщина когда мужчина увидела яйца забыла купить так же самое здесь бей тебе некогда смеяться у тебя очень важные дела рыбьим жиром детей обеспечивать рынду надо здесь повесить думаю чего мне не хватает прямо здесь в углу а хотя у нас же двери ничего себе успокойся это успокойся мне это не этот звук ассоциация сразу надо встать и кофе и варить в спальню елки-палки подожди я готовлю шо ты меня провоцируешь зашел мне такое все счастье сольки буквально чуть-чуть тут красиво а тут уже пахнет просто бесподобно вай-вай-вай-вай-вай-вай так шо я хотел единственное шо а хотя шо протрую она же не сахарная удивительно что ты такое сказал конечно не кухню запачкать и шо как будто бы смех из перца идет ох и погода спасибо мама такое подарила елки-палки ну это ж прямо счастье иметь смех не один день а несколько катюня медаль тебя хочу выписать как он за то время когда тебя не знал вообще не знал что он будет youtube канал но уже тебя искал по каким-то параметрам нашел на свою голову как там была лихая катя ручка золотая с рыжими кудрями просто бриллиант приходила катя видео снимая тара-дара-дара везде имела фарт что любовь на у меня рука одна красная другая в перце какую выбираешь а вот так ну можно так сейчас я покормлю тебя иди сюда любовь моя если ты хочешь сыр ну тогда надо сделать бублики погрязь там сгущенка в конце концов есть давай пока тут доделаю вот этот марат это все вот и мой хороший мой руки нам хоть хватит покушать маратик ты шо и тут и покушать тут еще и маме заведем обязательно обязательно это же а то чебуреками не угостили прелесть не а что-то они очень сильно вкусные получились так что на марат что сказал пока вы их маме довезете это будет что они чебурек а говно так что следующее видео связанное с чебуреками готовим вам и дома чтобы непосредственно конкретно да татьяна михайловна не разочаровать а просто как это удивить человека слушай тут меня осталось чуть-чуть вот это вот капелька я вот чисто по краям тебе этого сока пущу и пусть оно тебе будет не лишнего я же переживаю я не знаю я недаром только что нашу маму пошел до белый снег снегом бег одинокий век если любовь скажи все миражи видно оператор нет а ну-ка сделай паузу и поставь увеличительное стекло а он видно видно да и поставь увеличительное стекло он совсем другое дело марат класс и лопаты нету чистить ха-ха-ха что ты ха-ха-каешь надо было мне подарить да и все и двор был бы чистый идеально с другой стороны и слава богу что нет лопаты а то бы я сейчас сделал как в одессе все уже не бы не было бы снегом и пахло бы это же красиво просто прелесть какой-то вечер марат шо в какой-то веке вонять перестанешь ты обалдеешь мне для тебя подарок есть потому что я тебе говорю что это именно такое счастье заехала а ты шо смотри чуть сполоснул и уже хрустят скажу на такой подписчик есть замечательный серьезно зовут прислал то что у меня уже было я как боженька есть что такие шо шо говорить гриль я собираюсь который какой какой день уже помыть а у меня закончилось а он как чувствовал и прислал марат вот это у меня для тебя подарок на пару бутылок есть одна твоя вот это мыло чтобы это не сделает даже если ты будешь сур стрёминг есть руками капелька убивает запах вообще не пахнет ничего здесь нет дома откроешь елки-палки а вот это штуковина и что ты понимал все это на натуральных короче продуктах типа никакой химии чисто экологически да вон формате ребята кому интересно я серьезно сейчас в инстаграмчике укажу так что пишите звоните кайфанете просто радость пшикаешь ждешь не знаю кофе не успеваешь выпивать как только надо споласкивать его а что еще тут еще и салфетки есть короче были они гигиенические трусы вообще не надо было менять понял но это для другого это тоже клин короче какой-то чистить так что такие ура мыло это шикардос для кати мои важно я же и почему ноги перестал мазать потому что руки и мои воняют понимаешь мы что-то там приготовим как будто рыба на мне летнее не сегодня и сегодня не сегодня хорошая отмазка катюня спасибо вам большое наконец-то он начнет мне мазать ноги за это я не подумал серёга надо было только для гриля то присылать елки-палки не на самом деле молодцы формате именно шедевр самое главное что без химии безопасно я вас буду на сковородке и хочу тебе сказать что у марата следующий рецепт такой что он тебя в хорошем смысле этого слова до цугундра доведет яйца пашот будем готовить какой пашот оставьте в покое вот у меня есть компаньон единственный кто умеет в доме танцевать танго слышите папинады надо-дна-д술 вот это было довольно одно könnten и тебе тоже град например краска тюмя что то ты шо будно бы печенку жарить и кратенты уже будет печенкой прокировать всерьез direction я люблю развивание этого чтобы стать 100 будет 5很好 отдыха Марат, ох, это сейчас будет мое любимое, я наконец-то дождался, у Марата важная информация. 10 минут достаточно вот этого маринования с луком, со специями, печеночки, вполне, 10-15 минут. Я сейчас пока лук врежу, она уже будет и готова, да? Да, только нам надо будет подготовить еще этот самый яйца. Есть. Голубиные, Марат. Небольшие? Да. Как моя мама говорит, молотка. Да не только твоя мама и тетя Валя, так и все нормальные мамы, дай бог вам здоровья, да. Но мама любит молотка. Хорошо. Короче, Рома, Марата друг, который научил его плов готовить, с которым мы готовили узбекский шашлык, который Хамин подсказал готовить, говорит Марату, слышишь, срочно собирайся, вылетай в Израиль. Но только именно с этой теркой, без терки, чтобы я тебя не видел. И я тебе говорю, ты посмотри, Рома, для тебя стараюсь, родненький, ты посмотри. Ну вы ему закупите, чтобы она лежала, его ждала. Да будет, все нормально, отправим. В две стороны, просто шмаляется вообще, я говорю уже, ножи уходят на покой с такой вещью. Ши-кар-дос. Да, особенно у тебя, я смотрю, как на покой ушли. Развесил там, как гирлянду елочную. Ты со своими чайниками понаставляла мне здесь вот это в моем уголочке, всякого всего, что я даже не забыл, какие ножи у меня уже на вид. Накажи ее. Сегодня? Чистоко. Марат уедет, а я продолжу отбивные делать, Катюша. А я Марата везу сегодня, между прочим. Че это вдруг? Как это, вот так вот? Ну тогда будешь ненаказанная шутка. Останешься ненаказанной. Все. Что, прямо весь надо? Ну не думаю, да. Ты еще пару луковиц, и я посмотрю. Ну посмотри, я тебе пока показывать не буду. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Шо картошку, шо хочешь. Смотри, ну блин, ну мгновение ока. Кстати, Марат. Еще одну луковичку. С удовольствием. Вот на той формочке, которую мы купили. Вчера Сережка приготовил. Очень вкусно. Будем делать все эти. Да, я тоже ему так сказала. Очень вкусно с апельсинами. Да. Ой, какая. Я сегодня привезу, вас повезу, куплю апельсины. А надо начищать? Надо вырезать их, ну, чтоб без шкурочки вообще было. Вообще? Да, а в тесто немножко. Ты не рассказывай секреты, я же без тебя приготовлю, елки-палки, а я же хочу с тобой. Так что, все, следующее блюдо, отбой, цугундр. Градена не будет, извините. Хорошо. Так, шо, готово? Сковородки ваш выход. Да, Марат, нет? Сначала лизон. Лизон? Ты же еще не уехал. Сбитые яйца, это лизон. Красиво, лизон. Эй, ты шо? Французское сегодня блюдо. А ты шо? Элисей вчера меня спрашивает. Мама, а что значит сосаться? Взрослеет мальчик. Лизон. Не сосаться, а лизон. Нет, он... Тихо, у тебя ребенок уже воду добивает из этого лотка. Миланечка, а шо ты там делаешь? Миланечка, шо ты делаешь? Миланя? Шо ты делаешь? Играется ребенок, играется. Не, ну мыло просто шедевр. Ляп-ляп и руки, шо только шо с этого, блин. Как это, с автосалона Лексус. Да стой, на. А где вот тот, который я купила, такой, который полуавтоматический? Вперед-назад, вперед-назад. Есть. Ну. Буквально 30-40 грамм водички мне дай сюда. Иди сюда, иди, вот есть капельница хорошая. С питьевой артезианской. Все. Это шо б легче... А чистые евреи, понимаешь, они даже яйца водой разбавляют. Ну шо это такое, елки-палки? Неправда, ой, как это, недаром, правда, с легенды. Молоком здесь нельзя, молоко будет гореть. Ага. А водичкой можно, шо б легче окунать это все. Оно будет легче браться на... Хорошо, там солить, перчить, мука, наверное, нужна. Обязательно и перец, и соль. Так, мука нужна? Нужна. Гречка нужна? В отдельную емкость. А, давай ставь уже гречку. Гречку уже можешь ставить, да. Марат. Что это у вас гречки? Так даже бармены на Ибице не отжигают, как я. Сережа, все любит, когда у него много, Марат. Правильно. Кать, мне стыдно, когда ты такое говоришь, елки-палки. Ну лежит себе в выворке этой, ну так-то удобнее. Че по пакетам лежать? Что значит много? Просто ты любишь, когда у тебя... Я люблю, чтобы ты не голодная у меня сидела. А где мама? А что ты там делаешь? Что ты там? Ты купаешься? Ай-яй-яй. Это дети уже эти игрушки по третьему разу их надувают, сдувают. Ну как это? Ну, насасывает водой. Гречку не моешь? Прямо сразу так. А мы мытую покупаем? А ты что, грязную берешь? Я всегда мою гречку, не знаю. А ты берешь подешевле или подороже? В пачках обычно не будет. Нет, так что подешевле, это там вот, когда они собирают, но ее мыть надо, извини, у нас сразу чистая. Хотя тоже берем недорого. Сколько надо? Мюссель изон. Ну, чтобы нам покушать. А ну покажи мне. Вот так вот. Будет пол казана. Я что, могу ее уже включать? Да. Вот она стоит себе готовая. Посолить не забыть. И помой, чтобы Марату спокойнее кушалась. Оставься в покое, просто хочу Марату показать воду. Я, ребят, даже если ты не веришь, я могу попить эту воду. Посмотри, кристально чистая вода. Ты что? Ай-яй-яй. Слушай, что ее мыть? Да, я каплю мыла добавлю. Чмяк. Она же натуральная. И будет нормально. Так, еще чуть-чуть водички. Все. Финита ля комедия. 12 минут. Здесь есть такая штука, называется рис крупы. И получается себе такая именно... Надо было посолить. Саму гречку? У нас же подлива будет и все. Но будет невкусно. Посоли, пожалуйста. Вот Катя. Вот мы и Катя, мы и Катя. Я знаю, как должно быть. И еще чуть-чуть глиповано. И забери у своей дочери уже этих... Так, я лизончик тоже... Бубочка? Тебе там уже все искупалось. Мама будет недовольна, что ты ей подоконник размочила. Что ты елаешь? Уже заряжаешь ее специями? Да, поперчил и посолил. Посолил хорошо, ребят, потому что печенку мы совсем чуть-чуть присолили. Ее сильно солить нельзя, потому что соль высосет все соки. Хорошо. Мука? Мука нужна? Мука обязательно, конечно. Ты скажешь мне, когда ходишь. Мы сюда. Отдельно. Как? Я же тебе сказал. А, я думал, мы кляр будем готовить полноценный. Ой, шо начинается? Нет, это моя упрайная называется... Жарить на растительном, на оливковом, на сливочном, на сыре в конце концов. На обычном растительном масле. Договорились. Так, и там, и там, да? А вы на двух сковородах будете? Да. На одной будет лук жариться, на другом мясо. Все, Марат в комфорте завел. Сковородку там, где будем жарить биточки, нагреть сильно, а потом убрать на средний, даже чуть меньше среднего огня. Тут жарим лук, тут жарим. Тут жарим лук на среднем огне тоже, не на высоком. Так пока греется, я может уже и всыплю, его же не надо, там еще там уже потихонечку. Да, да, ты лук уже просто всыпать. А зачем лук нам жареный? Это будет... Увидишь... Украшение? Да скажи, что увидишь, пусть даже у нее интрига будет. Все, до капельки. А кто-то написал, что вытяжка должна быть на 5 сантиметров от стекла. Умный человек. Не, это вот для тех, кто писал, ребята, она у нас, если не работает, то от слова вообще. У нее там корпус немножко поломанный, туда-сюда, короче, там ее уже регулировали. Ну все, ну все, ну все. Ну что, ты будешь начинать, Илья? Жарить? Да. Конечно. Марат, на. А, хорошо, смотри. Хоть не пачкать. Да я мне хоть пачкать, хоть не пачкать. Тут же надо подготовиться, правильно? Рассказывай, как делается двойной, так я буду делать. Значит, берешь кусочек, опускаешь в муку сначала, потом в яйцо, и потом опять в муку. И на сковородку. Осторожно, Марат, Миланя. Ну, это щас тебе такое. Ты туда ползаешь. Ребята, заранее говорю, красиво это выглядеть не будет, из-за того, что двойной вот такой вот обвалки у нас будет все это. Но зато это будет очень вкусно. Так нам это самое главное. В яйцо. И опять мука. И опять мука. А нельзя было сметрижать муку, яйцо и все это? Нет. У Марата нельзя. Ого. Слышишь, какие они пушистые будут. Короче, ребята, в этом рецепте опять вам зубы не нужны. Можно. Это сто процентов. Тут самое главное не пережарить. Так, сделай комфорочку вот эту вот на минималочку. Вот так вот. Все. И этого достаточно, а я играю дальше. Все. Хорошо, шеф? Здраво, Марат. Да? Опять разошелся, да? Ни в чем себе не отказывай. Красавчик. Катя, лягнуть тебе разок, елки-палки? Сейчас не мешаем. Ой, да ладно, Марат. Не мешаем. Конечно, а когда же ему мешать тогда? Если мы постоянно готовим и снимаем, ай-яй-яй. Или монтируем. Когда он монтирует, его тоже беспокоить нельзя, Марат. Открою вам секрет. Да? Гоняет меня. Ну, хоть когда-нибудь погоняет тебе. Так. Удивительно, легко и просто. Ну, а маринад тот твой, конечно, пахнет, Марат. Какой маринад. Это что-то, ну, вот в чем печеночка стояла. Да, если кто-то не знал вот этот принцип, когда маринуют луком, поверьте мне, очень смягчает печенку и придает ей такой очень интересный вкус. У нас еще будет соус с луком, кстати, хорошо. Так. Следите за Сережинами руками. Это вот так вот. Все, первая сковородочка готова. Поскольку ты лишь... Хоть маленький, надежный, может, еще. Так я вот его и делаю. Что ты видишь, по 60 секунд с каждой стороны или по 48 секунд? Тут торопиться не надо. Минуты по три, по четыре. Даже вот аккуратно. На огне чуть меньше среднего. А вы их будете потом протушивать? Нет. О, добралась до игрушки. Миланя, это мамина. Давай. 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 На. На. Миланюшка. Все, ребята, буквально минут пять с двух сторон. Я вас умоляю, только не пережаривайте печенку. Она даже пусть будет немножко сыринкой, вот абсолютно ничего страшного. Вот так надавили. Если сок выходит уже белый, а не красный. Все, это готово. Это очень важно, потому что что-то делает. Сейчас покормим, сейчас покормим. И потом. Грызет печень. Да. Вместо того, чтобы наслаждаться, как это, элементами фуа-гры. О, четыре минутки осталось. Хорошо. Все, давай я, а ну подержи ребенка, капитан. Опа. Эх ты, иди к капитану, а я быстренько здесь что-то буду делать сейчас. Так, сковородочку, чуть-чуть от этого элементов. Ура, Катюня, иди покажи, что-то важное. Я просто почищу сковородочку и дальше продолжу жарить. О, ничего себе. Выйди на улицу, не жадничай, покажи это детям, нашим всем детям, покажи, что в Одессе таки бывает зима. Настоящее. Да. А снег идет, а снег идет. И все вокруг меня поет. А снег идет. Да ты что? Эх ты, Лизон, выходи. Слушай, а этот куст замерз. Вечно зеленый, ты видишь? Какой? Вечно зеленый? Ага. Лавровишня это? Да, да. Катюнечка, он слегонца усыпает. Да? Ну, конечно же. Потом проснется? Да. И опять навострит свои зеленые ушки. Так, печеночка. Ну и нежность, ну и нежность. Так, мука, лизон, сковорода. Понимаешь, это двойная панировка, а не сразу муку с лизоном. Это как крыльевский бафало. Сначала мука закрывает, не дает выделяться соком. Вместе с луком этим маринованным совсем. А потом, ну, этот самый, ну, ты понял. Лизон и опять мука. И получается, и прожарка у нее мягче. И вкус, и все сохраняется внутри. Все, теперь не только я еще, и все наши телезрители поняли. Я? Лук не пора выключать? Нет, еще чуть-чуть. Я только помешал его. А какой он именно, благодаря нашей терочке, вот такой получится правильный. Потому что с любого блюда, которое приготовлено для нас, с печенью. Все, Марат там уже что-то отмечают уже, рюмки по полу разбрасывают. Должен быть вот такой вот длинный волосатый лук. Да? Да. Ну, что-то не знаешь, как в столовых лежите, там обливная из этого. Сладкий такой, да? И, а сверху прямо лук вот такой волосица. Только все луком пахнет, и так, конечно, нормально. Как? Иди помой себе нос, у тебя мыло, и будет тебе счастье. На самом деле, просто прелесть. Да, нос-то да, а тут же тоже все пропахивается. Шо-шо? Обахивается все. Ну, ты можешь помолчать хотя бы людям не показывать, какая ты на самом деле? Ну, думают все люди, что какая-то там страшненькая за кадром еще и смеется. Ну, шо ж ты вот это вот уже там... А че сразу страшненькая? Ну, многие так думают. Че мы тебя в кадр не показываем? Думают, что такая страшненькая, шо? Ну, шо ж ты страшная такая? А ты такая страшная, и ненакрашенная страшная, и накрашенная. Та не, она у меня такая красавица, ребята, вы не понимаете. Я бы, чтобы у вас телевизоры не потрескались, понимаете? Поэтому мы ее не показываем. Очень красавица моя. А, да. Нереальная красоты человек. Так, чпунь. Кусочек мыла. Ну, у тебя сейчас не пахло. Можно было бы и не мыть. Я тебе когда-нибудь раз понюхать, Катюша? Так ты скажешь, чтобы это мыло вообще никогда не выключало. О, каша готова. Там же чесночок, лучок в лизоне. Это звучит только красиво по-французски? А вот теперь пахнет, понюхай мои руки. Шедевр. Серега? Шикардос прямо. Так, все, чпук. Пусть настаивается. Мараджи, а ну посмотри на цибулю. Надо, 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 надо. Еще немного, буквально чуть-чуть. А ведь пахнет так. Чтоб из нее этот... Вы можете забрать у нее эти бутылочки? Что это за громкая такая игра? Ай-яй-яй, я пошутил. Ну, чтобы она просто не бахала. О, ковер нам нужен. Ё-моё, надо с ресторана сюда домой принести. Смелание? Роняй не хочу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот и какой аромат, когда заходишь. Пахнет, да? Вообще не передать словами. Так, что я сейчас давай сюда еще чуть-чуть добавлю. Дожариваем. Уже последняя сковородочка? Буквально, да вот уже осталось буквально чуть-чуть. Все. Сейчас там будем дальше соус готовить. Что это? А то еще быстрее, чем даже надо. Да. На ляган будем все выкладывать? Нет, зачем на завелочке? Каждому, да? Да. Соленый помидорчик, гречечка. Да. И вот этот... Гречечка, кстати, свалилась уже там. Смотри, что там надо, может, масочка добавить. Масленького добавили? Сливочного. У нас будет соус, поэтому мне это не обязательно. Ладно. Сказал Марат. А я люблю гречневую кашу со сливочным маслом. Нет, ну кто ее не любит с сливочным маслом? Я даже когда с молоком кушал, утром мама давала, я все равно забросал, кстати, сливочным маслом. Дайте кусочек покровать. Нет. Марат, я от вас такого не ожидала. Мы мучаемся, и ты мучаешься. Вы попробовали. Мы что попробовали? Мы попробовали обжарки от кляра. Слушайте, ну ладно бы Сережа мне так ответил, но вы, Марат, все, терпим все. Сережа, он последнее время? А потому что мой капитан на моем корабле. Так, это вот сюда вот закладываем. Маратик, а ну что тут лучок-то, говоришь, надо половину уже? Снимай большую часть, а 100% в 15 лука, да. Вот так вот, да? Да. И у-ху-ху! Так. Все, вот так вот остальное хватит. Еще даже чуть-чуть можешь убрать. Договорились. Вот так, да. Все. Что дальше там рассказывай? Вот, смотри, прям берешь немножко муки. Ага, ваяй. Прям вот отсюда? Прям вот отсюда. Почему нет? Капельку муки. Сметанка где, Сережа? Сколько тебе надо? Вся? Да, я думаю. Дави, Сережка, дави. Ни в чем себе не отказывай. И мне надо будет... Водички. Чуть-чуть водички, полстакана, я думаю. Но не сейчас, через минутку-две. Хорошо, я пока подготовлю тебе полстакана артезианочки. Слышь, были бы газики, можно было бы ее боржом и назвать. А какая вкусная, ой. Лучок, Марат, уже или потом? Уже. Сушеный, сушеный. Конечно, весь. Вот это шедевр вообще. Кто придумал, не знаю, но он большой, молодец. Засушить лук вот так вот. Как и чеснок. Они чем-то отличаются? Я думаю, что заменить это. Нет. Это натурпродукт. Доведенный температурным режимом до изящества своих вкусовых качеств. Понятно? Как я ручки помою. Помой, родненький, давай, помой, Катюша. А ну-ка, что мне надо, что там надо. Чуть-чуть подвинься. Э, деревянные лопатки закончились. Ладно, давай-ка я аккуратненько вот так вот. Лядюня. Так, а какие я добавил? Вот эти у меня жарились уже. Такие, чтобы не ляпало. Хорошо. Согласен. Ну, что-то передержали, мне кажется. Нет. Что-то, Катя, еще второе, но он сырой еще, поэтому ничем и не передержали. Ёшкин ты кот, а какая нежность. Чтоб мы и передержали. Это один слошный вырегут. Тут надо все время помешивать. Вот все время и мешай. Все, давай водичку. Это уже готовый соус? Да, соль, перец, трешка. Ай, красота какая. Все, все, все. Я же не могу остановиться. Стой сюда. Все. Буквально 3-4 минуты, она сейчас булькнет, и соус готов. А что с тем луком делать? С каким? Прямо, прямо на гречечку сверху. Вот так вот, пинцетиком, ляп-ляп-ляп-ляп. Так, шо, гре... А, ладно, без масла. А ну-ка, а где? А вот. А понавесил тут Ёшкин кот. Катюня, иди сюда. Сейчас. Как я профессионально сварил гречку? Спасибо мультиварке. Марат. Шо это за счастье? Шедевр. Согласен. Воды знаешь, сколько я добавил? Нет. На глаз называется. Я тоже так всегда делал. А, потому что мы с тобой молодцы большие. Моряки, я точнее, капитаны, и снова вдаль, за горизонт, зовет и манит девятый вал. Ладно. Спел песню. Один куртку не убрал, так еще и второй развесил. Извините. Я просто прибежал, прибежал резко на съемку. Как я говорю, на съемку. Марат, ему друзья звонят, говорит, я не могу загореть, я на съемке. Все. Так ваши куртки будут... Я говорю, ты еще, когда тебе так звонят, добавляй, я баллотируюсь. Я баллотируюсь и на съемке. Вообще звонить перестанут. Соус готов, выключай. Отлично. Сережа, надо идти за веником. Шо, шо? Шо, шо? За веником надо идти. Моя ты хорошая. Ну, точно папина дочь. Святые любят, в огороде колупаются. А где наша Хьюля маленькая? Ай, мама сейчас не ругает. Миланюшка, а мы перестанем там пересчитывать. Ай-яй-яй. Ну, большая бы сейчас быстрее бы Хьюля здесь справилась бы. И маленькая нормальная. Ладно, убирайся. Я ушла. Ай-яй-яй, радостно, да? Ай-яй-яй. Все? Как ничего и не было. Причем ты готова? И Сережка уже управился. Тот, кто любит чистоту, Хьюлю ты мне подари. Ой-ой-ой-ой-ой, маленькая. Но именно чисто Хьюля. У кого попугай и незаменимая вещь. Чисто Хьюля. Так, да, попугай. Дети, елки-палки. Раз, раз, раз. Миланюшка. Возьми копейки и иди купи себе что-нибудь там. Арбуз, дыню, не знаю. Кефир. Ты не знаешь где? А вот в магазине. Часть шабурати на елки-палки. Где они насыпаются? Кефир. 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 Бенечка, не уходи. Давай еще чуть-чуть быстренько. Не уходи, Бенечка. Беня, красивый мальчик. Беня. Только море ставьте в покое. Все, только переведу, сейчас еще чуть-чуть и уже готово. Не хочет играть? Нет? Не хочет. Что ж такое? Скажи, Беня, поиграй со мной. Да, скажи, Беня. Беня, давай играй. На, на. Да. Играет? О, Моня пришел. Пробай будешь, Монька. Так, все, Маратик, газ выключаю. И не таля комедия. Ребят, вот посмотрите. Всего 600 было печенки. Еще были там, я поотрезал эти... Разные... Отходы. Отходы, да. Посмотрите, сколько получается прекрасного... Прекрасных беточков. Ёшкинко, ты шо? 1,6 кг. Можно гайгу и семью накормить. Большую. Прям шедевр какой-то. Ну шо? Чуть не убил меня. Нагружаем. Так, все. Эх ты, ложка, ложка, ложка. Еще одна ложка для соуса. Тарелки и пинцет. Ура! Шо, опять сколько нас, раз, два, три, четыре? Аккуратней с моими тарелками. Катя, это же веер, ёшкин цикл. Ты так взял пальцем. Зелененькое мое. Уже все знают, Маратик. Так я с нее и начинаю, капитан. Где ваш фурик? А ну-ка, гей с корабля. Подравил, подравил палубу и вернулся. Так, давай. По очереди. Ай, Катя. Марат, не подсказывай, как должен быть лежать сбоку, по центру, как? Да, как положишь. Главное, сверху лучок. Все. Лучок сейчас сверху? Да, ну кусочек мяса сбоку. Небольшой. А что, мясо тоже будут давать, Марат? Ну, печеночки. На, ты родненький. Как капитану. Отлично. Ты им поменьше выбрал? Самый, самый красивый. Теперь вот этот лучок сверху сюда. Волосатенький вот этот вот? Я тебе сейчас так помакаю, помакаю, чтобы он был. Сверху на саму гречечку? Да, прямо на гречечку. Вот так вот? Да. Ё-моё. Прямо макароны какие-то. Чтобы он лег. Макароны? И на гречечку, и на мясо. Вот этот вот шедевральный соусец. Да. Ляп. Вот так, да. Все. Как по мне, тут еще соленые помидорки не хватают. Обязательная лягучка. Их есть такие у нас. Сейчас, все, я жду. Все, свободен. Идите за помидорами. Следующий. Сказал заведующий. А не вот здесь, Марат, открываешь дверь, справа в холодильнике, да. Пока погода у нас в Одессе интересная, это можно таки назвать холодильником. Катюня, это тебе фиолетовая? Да какая разница? Фиолетовая или какая? Что у нас тут? По цветам? Мне главное, чтобы красиво было. Что, красивее, чем у Марата? Да. Вряд ли у меня уже так получится. Я вот это сбоку бы, конечно, положила. И соусед бы тоже бы сбоку. Ладно, это не твоя тарелка. Это для Светочки. Ляп. Угу. Так, оператору, самая красивая тарелка в этом доме. Для моей морячки. Слышь, а ты в теляшке? Ну, почти. Она в снежинке. Как там она у нас там эта... Ага, снежинка. Еще не снег, еще не снег. То есть стюардессы есть там? Угу. Так, сбоку. Лучок тебе. Сбоку. И соусед мне, ну, наляпал мне везде, кажется. Да я поправлю. Не надо с двух сторон, надо было с одной. Все, опять. Так, а соус где? С другой стороны? Вот здесь вот, где этот лук. Прям на лук. Вот, молодец. Спасибо. Нормальный шедевр? Отлично. Прекрасно. О, смотри, совсем другое дело. Ё-моё, даже такой чпунь. А, смотри. Прямо... Это было лишнее. Кай, да по этой цебуле гадать можно, ёлки-палки. Ждет тебя дорога длинная, шикарная, влажная, скользкая. Безопасно. Вот, чтоб у всех такие сосуды были, да. Блестели и лоснились. Да. И давление вас никогда не подводило. Ну, а если и подводило, то вот только в правильные моменты. Так. Так, ой, тихо. Да ты посмотри на него. Команда. Лупит и лупит. Катя, а это не лупит и лупит. Ты знаешь, при какой температуре рождены эти тарелки? Они такие закаленные, что ты не понимаешь. Тысячу градусов их там запаивали, наверное, правильно? Нет? Китайская посуда, сколько это еще со времен цинь-циньпюнь династии до сих пор до нас дошла? И что? Живая? И твоя будет тоже, правнукам достанется. Помидорки доставайте. А вы справитесь, Марат? Я попробую. У нас нету вот такой вот ложки. Специально нет. Пинцнет тебе дать? Он мне уже пока не нужен. Ну да, лучшие мисочки вы не могли найти там. Идеальная мисочка. Вот я говорил, Катя не знает, а Марат знает. Есть специальные доставалки вот такие вот. Такая себе шумовочка-поварешка с дырочками. Я просто никогда не встречала. Прямой ручкой. Да, так вот опускаешь, что чпу не поднял, чпу не поднял. Теперь это будет следующая задача для барахолки. Марат, держись. Сегодня же найду. А ты что, оттуда на барахолку собралась? Там снег, елки-палки. Сейчас запуржило все. Запуржило все и не найдешь. Так, ну и я себя не забуду. А, я что ж хотел сказать. Мне же надо миланюшки моей дать попробовать. А я сейчас по-другому поступлю. Самый красивый, замечательный. Хотя не все. Вот как из такого вот изобилия, разнообразия можно выбрать что-то для принцессы? Каким ножом использоваться? Возьми, возьми. Ты сейчас должна была сказать. Хорош понтовать, возьми любой. Ты ей почистишь этот? Ой, какая прожарка шикарная. По крайней мере, у этого кусочка. Просто идеально. Марат, а чем отличаются те другие кусочки? Ну, не знаю, где-то толще, где-то меньше. Вот, идеально. Смотри, какой сочный. Флагровый паштет. Вот так вот, Катюш? Так, это все мое. Миланюшка. А что ты ей так мало даешь? На дегустацию. Очень вкусно. Миланюшка. Иди, я тебя угощу. Иди, узнаем. Опача, пришел человек. А ну попробуй. Печеночку ты любишь у нас или нет? А ну-ка попробуй. Жуй зубками. А ну, вкусно тебе? Скажи маме. Вкусно? Ай! На еще. Все, Марат, знаешь, у нас получилось, капитан. Да. Ага. Ты моя принцесса. На. Моня говорит, да. Кусай кусочек маленький. Иди, Свете, отнеси кусочек. На. Иди, Свету, угости. Светочку иди угости. Иди. Э, рыжий, а ну, шел с дороги. И тебе достанется. Иди, Светочку, угости. Вот такая вот. Короче, пробовать не будем, потому что по-любому уже ребенок все сказал. Друзья, все души с хорошим настроением для вас сегодня. Оператор снимала снег. Ну, а мы под шумок что-то с Маратом приготовили. Правильно? Да, пробуйте, ребята. Это очень быстро, очень вкусно и, как всегда, с хорошим настроением. Ну, хоть откусите по куску печенки. А лизон. Ты думаешь, надо? Ну, конечно, шо это такое? Это как-то нетрадиционно. Так ребенок. Ну, хорошо, откусите все. Ты думаешь, что мы вкуснее ее попробуем, Марат? Нашел вилочки? Марат аж расстроился. Да? Нет, почему я расстроился? Я думал, наоборот, сейчас сядем быстренько и начнем. Да. Точить, точить, точить. О, бежись, бежись. О, пришел человек. А ну, на, иди сюда. Гречка с соусом будешь? Да, Сереженька, пробуй уже сам. Да не может моряк, когда ребенок голодает. Прям голодает. Скажи, я пообедала. Да. Держи. Ой-ой-ой, ты пальчиком. Открывай ротик. Вот вилочка. Нет, сам ты гречку кушай. Это вкусно? Открывай ротик. Малденно вкусно. Вкусно? Вкусно? Очень вкусно. Марат там что-то похрустывает. Похрустывает. Это, наверное, вот этот сухой лучок, который мы бахнули. Я не знаю. Но это просто шедевр. А я думала, гречка не перебранная. Не-не. Не-не. Посмотри. Это идеально. Чистое, мытое, нормально все? Слушай, это прямо какой-то спагетти французское, луковое. Ну вот теперь и можно... Сейчас она начинает останавливаться. Как скажет, хватит жрать. Ну, конечно, хватит. Спасибо. Катя. Да? Лучше бы мы вот на том кадре закончили, потому что мне сейчас будет стыдно. Это не хочется высовывать изо рта. Да я сподобно. Да не надо напихивать в себя. Я сказала попробовать и сказать людям всего доброго. До встречи в следующем видео. Что ты пхаешь в себя? Теперь мы учимся. Посмотри на них. Ну, кошмар какой-то просто. Провод. Гречка, соус, гречка, соус. Бюджетно. И очень вкусно. Сережа, остановись. Кусок в горло из-за нее теперь не лезет. Ты за щеку набил. Запей водичкой. Марат, я ему сказала остановиться. О, помидор. Твоя. Моя. Друзяки. Ничего не скажешь. Хочется сейчас влупить эту тарелочку гречки. И босиком вот так вот именно. По нашей красоте, да. По природе маме пробежаться туда-обратно. И вернуться. И доесть вот тот весь поддон. Короче, друзья. Всем хорошего настроения. Замечательной погоды. Да, в душе, чтобы именно такая всегда была. Когда надо солнце, да. Когда не надо, пусть снег пойдет. Тоже приятно. Всем пока-пока. Чао. Моряки, а точнее капитаны. И снова в бой. Вдаль. За горизонт зовет и манит. Девятый вал. Эх, точно, а в ренте не хватает. Сейчас бы как дал ее право на душе. Именно такой крик чаек. Склянка Рома. Наливай давай акцию свою уже. Кать, идите таки кушать. Ага.